так ну что поехали мы пойдем встретим новоприбовшую пойдем встретим новоприбовшую пойдем пойдем может ты поможешь мне найти хай сама могу а зачем он тебе нужен он ждет меня с товарами из ирландии моим судам позволит здесь пристать азар вижу ты и эйвор уже встретились а так ты и есть эйвор значит у меня для тебя весть из ирландии я никого там не знаю это письмо от короля дублина увы она кажется пропала король дублина зачем бы ему мне писать он хочет расширить торговлю с англией вот для чего я собственно здесь азар с востока но живет в ирландии что до торговли азар королю следовало написать рандли он сказал что эйвор знает его и просился проводить тебя на пути туда я не знаю никаких королей и не собираюсь в ирландию но сперва азар тебе нужно построить торговый пост и где твой корабль да у вы у нас случилась неприятность наши соперники перекрыли судам путь вверх по реке это повредит всему рейвен сторпу жди здесь я ими займусь как видишь эйвор любит действовать быстро найди меня когда река будет свободно конечно друг мой спасибо эйвор а я пока разыщу письмо короля ты все твердишь будто я знаю какого-то короля что за вздор да что за король может слать мне письма из ирландии точно блин кто ж это такое а сейчас мы посмотрим кто это такой сейчас мы узнаем кто это такой поплыли нет вот отсюда мы и поплывем туда пойдем гамме как говорят в реке все на весла так как тот мой подгребаем ребята подгребаем пошли кто там решил это сама похулиганить но ничего сейчас проверим поднять парус пойдем пойдем посмотрим ой нам еще грести так все правильно мы идем да зайдем сюда к этим ребятам тут разомнемся ооо вот это мы залетели точно точно привет бандосы спасибо и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Точно Ну хоть что там Ох, вот это навешали Ну и все, пошли, ребят Ну да с котом Поднять щиты Чуть заделло Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Так Наступаем, наступаем Ребят, вперед бегут уже ДимаTorzok 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 Ну надо поразить, взялись куда ДимаTorzok 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 ДимаTorzk ДимаTorzok Так, а теперь? Все, погнали. Да что ж ты так подб... Ура, 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 ура. Так, мчимся туда, быстрее. Так, че он там? Богое-то. Игра Богое. Что мы еще не уничтожили? Все, подожгли. Что еще тут не подожгли? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну все, подожгли, то подожгли, это подожгли. Все горит. Богое. 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 Вот этот тот, что склад не сожгли. Да нет, он не поджигается. Богое. 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 Черт она показывает, половину должна показывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас мы ее сломаем. Брикаду это еще пробить надо. Оперативно сейчас разгонимся. И на тарану. Поднимай парус! Убавь парус! Что-то я не понял. Я бы мы что-то не пробили. Ну да ладно. Ладно. Главное что мы освободили. Торговый пост разгромили. Это самое главное. Убавь парус. Убавь парус. Ладно. Сейчас мы заодно узнаем. Угу. Угу. Привет Азар. Азар. Река чиста. Не считая пары тел и кучки досок. Твои товары скоро будут здесь. Значит слухи о тебе не угуд. Хотя мне так и не ясно почему ты сестра волка. Из-за шрама на шее. А. Тогда меня вызвали бы Азар с одним глазом. Спасибо Азар с одним глазом. Мои люди помогут тебе построить пост. Значит я дважды у тебя в долгу. Передумаешь насчет Ирландии и ищи меня на торговом посту. Когда его построят. Кстати твое письмо нашлось. Вот. Барри. Так мой родич Барри Джип. Он король Дублина. Норны не перестают удивлять нас. Точно. Точно. Эйвар. Точно. Точно. Ирландия. Рекомендую мою мощь 376. Эйвар. Ты все же собираешься в Ирландию? Ну да. Азар с нами ничего не поднял. Я не могла знать, что король мой родич. Но ведь так веселее, разве нет? Ты не любишь загадки? Признаться, не люблю. Но сейчас была приятно удивлена. Он жаждет тебя видеть. Отплываем? Ну да. Да. Я хочу увидеть эту страну. И Баррида. Поплыли, поплыли! Поплыли! Поехали! Все, мы ушли. О! Ирландия. Россыпь мелких королевств, спорящих за зеленые холмы и долины. Мой новый дом. Ух, красота! Поза. Барит Викинг до мозга костей. Как он стал королем Дублина? Дублин город Викинг. Правда, по его грязным улицам шляются торговцы и нищие со всего света. Странно думать, что Барит – король города. Это только звучит красиво. В Ирландии очень много королей. Страна ими кишмя кишит. И власть Барита непрочна. Здесь все решает план Сина. А это кто? Будущий верховный король Ирландии. Викинги нужны плану, но он не доверяет. Барит с ним поладит. В детстве он не слишком любил драться, но всегда добивался своего. Может, ты и права. Во всяком случае, люди его любят. Ну, вот мы и в Ирландии, дорогие друзья. Дублин. Продолжение следует... Твои люди найдут здесь кровь. Пойдем, разыщем Барита. Эйворк! Эйворк! Кровь в моей крови! Привет! Это ты! Как ты похожа на тетю Росту? Барит! Точно! А ты до сих пор похож на мальчишку. Много лет прошло с тех пор, как мы швыряли огрызти в старину Ганфрида. Он так нас и не простил. А как Сигурд? Как клан? Как вы все? Рассказ будет долгим, Барит. Дай мне надышаться вашим воздухом. Спасибо, что не дал спалить мои гавани, пока меня не было. Мои гавани? Да, старик, я могу править городом и без тебя. Эйворк, ты вовремя. Сегодня я устраиваю пир в честь моего сына Шихфриха. Ему семнадцать. Твоему сыну семнадцать? Да, и характер у него непростой. Пойдем, по пути в мой замок я тебе многое покажу. Королевство, сын и замок. Похоже, тебе повезло в жизни, Барит. Замок? Это просто деревянный дом. Красивый, да, но в Ширазе в нем и торговец коврами не поселился бы. Что ж, веди меня в свою жалкую лачугу, Барит. Гляди, город, конечно, еще мал, но здесь самая большая гавань во всей Ирландии. После местной вони еще больше ценишь чудный ирландский воздух. На вони этой гавани будет крепко стоять мое королевство. Азар говорит, что твоя власть здесь не вполне упрочена. Королю Флану трудно угодить. Но торговый Дублин обогатит всю Ирландию. Если убедить в этом Флана, Корона останется за мной и перейдет к моим детям. Корона не мое дело, но торговые связи я тебе обеспечу. Поэтому я и доверяю их тебе, старик. И как ты его терпишь? Терпит же он. Твой король, за мной еще Рок Эля. Здесь я тебя оставлю. Не опоздай на пир. Я скоро буду. Мы сейчас лук поменяем на быстрый лук. Попробуем. Попробуем. Я просто хочу испытать новое оружие. Конечно. Посмотри, как я стреляю. Охотно? Давай. Это прекрасный лук. Спасибо, Барит. Так стрелять, едва сойдя с корабля, может лишь настоящий мастер. Норвежский кельский лук. Прекрасно, родич. А это что? Дом Христа? Да. Это их церковь. И в Дублине, и во всей стране христиан больше, чем нас. Даже среди норвежцев. Ты миришься с ними? С ними? Я и сам хожу в дом Христа. Правда? Как и в дом Тора. Пока Бог хранит меня, я готов беречь его алтарь. Я поднял Дублин из груды пепла. Двадцать лет назад викинги были побеждены. Мстительные ирландцы сожгли город. Азар говорит, это город викингов. Норвежцы основали его, а я отстроил. Получив корону, я стал королем развалин. Мстительные ирландцы сожгли город. И устраивать пир. Приготовления уже начались. Эй, Барит! Фодия! 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 Ну что тут, Барит? Сейчас тут сынуля такой вылезет. Вот мы и дома. Отдыхай. Я должен переговорить с сыном. Приходи вечером, я вас познакомлю. Азар, не думала, что увижу тебя здесь. Почему? Разве пересчитывать товар неприятнее, чем смотреть на буянищих викингов? Правда? А тебе, значит, по душе старушечьи пересуды? На перу я не пропускаю никого. Значит, у тебя впереди полно дел. Развлекайся. Король? Что тогда столиц дубри? Мальчик... И как тебе тут нравится? Отлично! Славный праздник в честь будущего короля Шифриха! Расскажи, по душе ли тебе король Барит? О, он прекрасный правитель. Любит пиры и не брезгует приглашать простой люд. Может, хозяин из него лучше, чем король. Но человек он славный, а город процветает. Позволь спросить, каково живется в Дублине? Что ж, работа тут найдется всегда. Таскать грузы, копать канавы. И это сам дубильчик. Целыми днями сдираешь куры, да выдерживаешь в коровье моче. Чуешь, как пахнет? О, да. Славного пира, друг. И тебе. Эй, вор. Мой сын Шифрих. Извини, я пойду, пройдусь. Поговоришь с ним? Да, да, да. Сейчас поговорим, блин. Сейчас потолкуем. Я давно хотела увидеть сына моего брата. А, так это тебе отец вечно талдычит. Старый дурак решил, что нам тут мало викингов. В Норвегии от тебя осталось бы мокрое место. Так что ж, докажи, если только не трусишь. Ладно, щенок. Куда тебе против меня? Ну, так вот. Я должен сказать спасибо, что ты меня не прибила. Мне вовсе не нужна ссора с тобой, Шифрих. Отец высоко ценит тебя. Я хотел знать, правду ли о тебе говорят люди. А о ком ее говорят? Тебе не по душе правление отца? Он мог бы быть славным королем, но вместо того притворяется жирным торговцем. Тебе не помешало бы съездить в Норвегию, юный викинг? Я бы поехал с отцом. Может, там он снова станет воином? И в Дублине будет грозный и справедливый король. Я давно не видела твоего отца. Как думаешь, где он? Он хотел пройтись. Значит, пошел на могилу деда. Отец ходит туда поговорить с ним почти каждый день. Барит может говорить с мертвыми? Нет, он просто стоит там и разговаривает. Могила на вершине холма. Я его найду. Спасибо, шех Фрих. Эйвор, а ты потом научишь меня так драться? О, мой бог. Угу, ну и все ключи Ладно Потом найдем У кого-нибудь Ох и шикарит Вот мы нашли Баррида Ты на стороже? Да Ну это точно Моя семья в долгу перед тобой То зимой, когда твоя семья жила у нас Я помню, как ты родилась Вопила, как воин в бою В тот год был мор И никто не давал нам приюта Кроме твоих родителей Я обязана им жизнью И какая тогда была жизнь? Помню, как мы с тобой улизнули на охоту Посреди ночи Звезды Лунный свет на снегу Это точно И с тех пор я ношу этот шрам Сочувствую Откуда тот, что у тебя на щеке? Этот? Знак богов, что не стоит быть тщеславным Ладно На все наши байки и недели не хватит Ты что-то заметил? Наверное, показалось Но лучше нам вернуться Охэ Охэ Странно Порой от шороха волосы встают дыбом Клянусь им, Йольниром, Барит Я просплю неделю Постареешь, наверное Помнишь, как мы ночь напролет гонялись Заблуждающим огоньком? Точно Ха-ха-ха-ха И догнали? Я смутно помню, что однажды поймала Барит Макыман Сложи оружие Прочь! Схватить! Ага Что это за взброд? Кто это был? Я получил корону Я получил корону не без сопротивления Сын моего предшественника Торстей Затаил обиду Об этом ты мне не рассказал Ты здесь в гостях Не взваливать же на тебя Мелкие хлопоты Мелкие хлопоты? Теперь ясно, отчего ты хмур весь вечер Да Скверное дело Раньше он не был так смел Он считает, что ты отнял у него корону Возможно Но не похоже, чтобы он хотел править Он со своей шайкой просто грабит людей И довозит тайком товары Для викинга это почти шалости Но Флан вряд ли взглянет на это так Вот так, кусочек Так, чуток мой Чуток, чуток А потом Будь на чеку Уже Уже вышли грабители Положись на меня, мой король Угу Угу О Что? Вам известно, я не из тех, кто рано покидает пир В чем дело? Нас подстерегли люди Торстейна О котором мне не сказали ни слова Не диво, что король Флан недоволен, Барит В твоем же городе викинги не слушаются тебя Торстейн выставляет меня еще большим глупцом в глазах Флана Ясно Не милость Верховного Короля Вот что важнее всего Брат, я улажу дело с Торстейном Нет, не хочу втягивать тебя в этот позор Может, если дать ему серебро, он уймется? На неделю или две А потом возьмется за старое Я покончу с ним раз и навсегда Эйвор, это не твоя битва Ради всех твоих богов, Барит Пусть Эйвор поможет тебе С этой минуты, Барит, мой клинок твой Я сделаю все, что нужно, чтобы вернуть тебе милость Флана Эйвор, я никогда не был так рад Твоя семья спасла нас много лет назад Помочь тебе удержать власть лишь отдать долг И я начну с Торстейна Быть может, Шихприх что-нибудь знает Он прежде знался с людьми Торстейна Увы, да Завтра ты найдешь его на рынке После ночи в излиянии он часто ходит туда поутру Значит, поутру и начнем ковать узы дружбы с Верховным Королем Барит сказал, Шихприх где-то на рынке Надо расспросить мальчишку о Торстейне Да точно Понял Это наше, вот самое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!